Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Как всегда, хочу напомнить тем, кто еще не подписался на наш канал, подпишитесь, потому что мы смотрим аналитику YouTube, говорят, что очень много смотрят без подписки, что тоже радует, как я всегда говорю, что слушаете, слышите, ну, подпишитесь, чтобы могли продвигать видео, комментировать, писать свои мысли. Также у нас есть Telegram-канал, который называется «Взгляд с небесный», чат-бот и еще какие-то ресурсы, там же вы все найдете, и в описании здесь под этим видео тоже. Сегодня я хотел бы поговорить о человеке, который меня восхищает, я честно это скажу, о пасторе церкви, дом отца из маленького города Орска, который вы, возможно, не знаете. Я сегодня хочу просто поставить это видео и сказать всем тем, кто сегодня уже перестал верить, что в России есть верующие, есть христиане, есть. Они всегда были у Бога. Помните историю с Ильем, как Господь сказал, что у меня всегда есть люди, те, которых ты не знаешь, которых не видишь, но я одно понимаю, мы должны объединяться, мы должны соединяться воедино. Это церковь, которая высказала свою позицию по отношению ко всему тому, что происходит сегодня в России, и действиям России на Украине, и пастор смелый человек, он заявляет об этом, говорит об этом. На них началось очень сильное давление, их начали преследовать, их начали прессовать, как у нас органы умеют это делать. Кого-то из помощников арестовали, давили, запугивали. У них на сайте есть, на YouTube-канале на их, есть и его рассказ, и Билли, и он снял побои сейчас, пишет куда-то письма, правозащитники пытаются подключиться. Наверное, тоже юристов надо подключать. У них есть позиция. У пастора есть хорошая, смелая, сильная, гражданская позиция, как у человека, как у гражданина, который любит свою страну, свою родину. Есть такие люди в России? Есть. Может быть, нас мало, но мы есть. Мы есть, и порой даже не знакомы, не виделись ни разу. Но у нас один и тот же дух, дух Христов, который помогает нам не молчать, говорить, говорить о том, что мы видим, о том, что происходит. Это не просто быть голосом, иногда пророческим голосом для своего народа. Это никогда не было просто. То, через что они сегодня проходят, я знаю, что Бог ведет их. И их нужно поддержать в наших молитвах. Простите Бога для них защиты. Они уже пошли на крайние меры, хотят отказаться, как я понимаю, от российского гражданства. И там много разных видео на канале, которые они сейчас ведут активно, продвигают и рассказывают о том, что происходит. Вот видео, которое я сейчас хочу, чтобы вы посмотрели вместе со мной, это видео, где он отвечает на неудобные вопросы. Вот в чем действительно и гражданская смелость, и христианство его, это удивительного человека, этого пастыря, в том, что он не боится говорить даже со своими оппонентами, которые боятся, которые пытаются запугать его, которые пытаются запугать церковь, которые осуждают его, таких много всегда набегает, начинают закидывать всякими-всякими-всякими своими мыслями. А это то, ну, я понимаю, как все это устроено, как это действует, как действуют вот эти люди. Он тоже, я так понимаю, их церковь вышла из такой же, из структуры, да, которая вертикальная, очень, ну, жесткая, по-моему, я не знаю, ну, как я понял из этих видео, что он вышел из этой старой системы, из эсэсовской системы. Вот. И, знаете, это еще одно подтверждение тому, что сегодня не нужно быть в каком-то союзе. Нам нужно объединяться на базе наших евангельских принципов, на базе наших евангельских ценностей. Один из моих тезисов, которые я предлагаю для этого, один из моих принципов, которыми я сегодня живу, у них структура, а у нас культура. У нас евангельская культура с вами. Вместе мы можем объединяться, и нам не нужно входить вот в эти структуру. Да, будет немножко тяжело, потому что государство пытается всех загнать в эти структуры, но если мы массово начнем выходить из этих союзов и просто объединяться без регистрации для общения, для назидания, для помощи друг друга, небольшим церквям, для миссионерства, для того, к чему призвал нас Господь. Вы знаете, это будет сильным ударом, конечно, вот по этим старым системам, по старым структурам эсэсовским. Вот. И они боятся этого. Боятся. Боятся свободных, честных людей. Посмотрите видео, посмотрите ответы на самые сложные вопросы этого брата и молитесь за церковь в Орске. Скажите, а где этот город? Где-то далеко. Ну, потрудитесь, найдите минутку, поднажимайте кнопочки в своем телефоне на экране. Найдите, найдите. Зайдите в Википедию, посмотрите, что это за город, что это за церковь, хорошая церковь. И видно, что люди собрались и вместе со своим пастором, они христиане. Смотрите видео. Благослови всех Господь. Доброго времени суток всем тем, кто смотрит это видео. И сегодня я вкратце отвечу на вопросы, давайте так я назову эту группу лиц, критически настроенных людей. Среди них, ну, большинство ботов, я это все понимаю. Но вы знаете, мы живем в такое время, правда, я говорю, люди сошли с ума. И это не образ мысли, это не просто какое-то унизительное высказывание, это так и есть. И происходит следующее. Боты, они говорят в точности, как люди в церкви в России. И между ними уже никакой разницы нет. Я не знаю, почему это люди не видят, почему им не тошно от этого, вот люди в церкви. Я не знаю. Но, вы знаете, я считаю важным отвечать не только на положительные комменты, но и на отрицательные, потому что это часть работы. И вот я хочу ответить на вопрос, когда люди говорят, где вы раньше были, вот начали вопить. Во-первых, я вообще не понимаю, как это видео вызвало такой резонанс, вот то, что люди со всего мира поддерживают нас. Я вообще не понимаю, как это работает. Мы всегда это делали, потому что считали нужным и важным перед Богом. Мы должны дать отчет перед всеми, перед друзьями, перед врагами, перед тем обществом, в котором мы находимся. И не важно, как. Это наша кредо. Я потом еще расскажу. Это то, что мы делали всегда. Я расскажу, как. Даже когда нас не было в соцсетях. По этой причине я не понимаю, почему именно это видео вызвало такой эффект. На нас просто, ну, знаете, нас игнорировали. И я считаю, допустим, что видео, которое в 2020 году записывали, когда наша церковь пошла против решения правительства по установке камер и паспортизации жилых помещений, в которых собирается церковь. И вы знаете, это было настолько унизительно. Это было антиконституционное решение. Оно было беззаконно. И мы пошли против его. Мы пошли против на местном уровне среди чиновников, когда не пустили сюда эту комиссию. Мы пошли против, когда отказали в этом официальным письмом, обозначив свою позицию. Наняв адвоката, мы собирались идти до конституционного суда. Но перед этим я провел массу разговоров, разговаривая с самыми большими епископами, включая начальствующего епископа, поставив в известность его, пережив обструкцию и критику местных. Вот там у нас здесь есть такой старший пресс-фитер Буштер. И как бы ни было, мы поняли их позицию, мы поговорили, и они меня услышали. И я записал это видео. Мы решили не делать этого, не устанавливать камеру. И об этом есть видео. На него вообще реакции никакой не было. И вот я не понимаю просто, почему так. Во-вторых, какой еще вопрос? Опять вот этот вне политики. Правда, знаете, я хочу вам посоветовать, хотя бы мои взгляды. Посмотрите Facebook и посмотрите YouTube. Я там много говорю о политике, о том, что есть вне политики, чем опасна эта позиция вне политики. Посмотрите, я уже шестой год об этом говорю. Пусть мои смыслы, они не имеют полноты, но там есть здравая какая-то часть хотя бы. Я критически отношусь и к позиции своей, и к духовной практике. Всегда критически. Но там есть логика, там есть мысль. Посмотрите. И вот на этот вопрос вне политики и так далее. Ну, что вам ответить? Еще раз вот коротко скажу вам. Послушайте, церковь должна реагировать на все вот на этой земле. Она город, поставленный на вершины горы. Она свет миру. Свет миру. Вот этому тварному миру. И свет во тьме светит. И тьма не объяла его. И вопросы, когда церковь должна на все реагировать. Даже на то, что сегодня в скорой помощи нет димедрола. И церковь должна реагировать на это. Не то, что я не говорю уже о других вещах. Я просто понижаю сейчас планку, чтобы не уйти от остроты ситуации или позиции освящения ее. А я просто снижаю планку для того, чтобы был понятен позор. И вот когда церковь реагирует во всех областях, вот своим голосом, а равно какими-то своими действиями, вдохновляя людей на то, чтобы они решали этот вопрос. Не только критика, а чтобы люди с церкви решали вопрос. Мы так и делали. И вы услышите, скоро мы готовим это. Вы увидите, как мы работали. Вот все это, когда церковь реагирует и говорит слово на все. И на внутреннюю политику чиновников и правительства. И на внешнюю политику церковь должна реагировать. Вот это не есть политика. Это голос совести. Это голос совести, который должен звучать. А равно, если, скажем так, говорить о политике, я за то, чтобы представители церкви были и в политике. То есть я разделяю этот вопрос на две части. Вот как обстоят дела. И знаете, чтобы закрыть вопрос вот этот, да, и я предлагаю, допустим, те люди из вас, которые есть по ту сторону и говорят, позиция вне политики, она библейская. Пожалуйста, я предлагаю вам выйти в открытые дебаты или диспут и провести диспут на эту тему. Вот если есть из вас люди, которые подготовлены к этому и под запись это сделать. И у меня нет сомнений, что я разобью вашу позицию в пух и прах. Там она не библейская, она демоническая, она дьявольская. Она кагибистская. Почему? Потому что я этим занимался много месяцев. Дальше. Почему вот это обвинение, что мы откуда-то бежим? Мы ниоткуда не бежим. Вы бежите или не бежите? Вы готовы до конца идти или нет? Вы знаете, мы не знаем, что будет даже. Понимаете, моя позиция перед Богом, она заключается в том, чтобы делать все честно и открыто. Сначала надо было что-то сделать, организовать документами и потом уходить. Так себя не ведут люди. Если у тебя есть позиция, ты должен ее говорить честно, открыто. И я в том числе уважаю позицию своих врагов и их чувства при этом. У меня остается вот какая-то часть каких-то светлых чувств к ним, потому что это необходимость, это требование Писания. И я не могу так делать, я не могу вот так, как змей, двигаться. За что меня обвиняли также люди, что они говорят, что ты слишком открытый. Слишком открытым быть невозможно. Надо к этому стремиться. Вы письмо читаемое всем. И по этой причине мы не знаем даже, что будет. Это наша позиция внутренняя. Мы не знаем, что будет. И мы готовы принять все как есть и спокойно принять. И ничем нам не должна Украина, ничем нам не должна США спасать нас. Они ничем нам не обязаны это делать. Но у нас есть позиция. Что после этого будет? Ну, будет нелегкая жизнь. Но она у нас и не была легкая. Но нам ее усложнят. Ну, может быть. Но позиция от этого меняться не может, понимаете? И наше решение, которое было сделано, это было последнее. И с 2011 года, опять же, мы приготовим этот материал. Вы увидите его. Мы живем вот в такой опале. Это было последнее уже. Последняя точка. Когда мы хотим остановить это безумие. Просто, чтобы люди очнулись. Пускай такой ценой. Вот, послушайте. Вот даже, ну, такой пример. Я не знаю. Вот, может быть, вот для язычников или для душевных людей это будет сильно, может быть, для вас. Может, это будет убедительно. Меня обвиняли всегда. Я жил, у меня был свой бизнес. И, кстати, этот бизнес, он всегда преследовался. Постоянные суды были. То есть, мне было жаль своего бухгалтера. Я всегда вдохновлял его. Говорил, если это, ну, уходите. Потому что я понимаю, вот что такое быть моим бухгалтером. Суды, 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 суды. Машины слежки. Вот, реальные напичканы электронной аппаратуры, которая все снимала. Которую одну мы задержали машину. Ну, хотели вообще задержать. Но нам помешала там силовая команда их. И, понимаете, всегда этот бизнес был под давлением. Потому что это слабое место считалось. И мы вели бизнес, старались честно, открыто держаться всего. Это было очень трудно. Так вот, понимаете, меня обвиняли, что я зарабатываю деньги. Я не сидел, ну, скажем, на обеспечении церкви. А я работал сам. И, в принципе, ну, блажение давать, нежели брать. Именно из этого я исходил. И мы жили достаточно, ну, на таком высоком уровне. Вот по российским меркам. Ну, даже и по европейским, когда люди приезжали, кто-то в гости. Так вот, понимаете, меня обвиняли, что я на этой земле зарабатываю деньги. И, как бы, и тут вот гавкаю. Но я вопреки им зарабатывал деньги. Вопреки. Они мне ничем не помогало, это государство. И, понимаете, я воспринял эту реплику. И я отнесся к ней как. Очень просто, хорошо. И, понимаете, нам с семьей пришлось понизить уровень своей жизни. Понизить его. И закрыть бизнес. И я стал работать, зарабатывать деньги на американском рынке ценных бумаг. Оплачивал, ну, я оплачивал только 13% налога. Государство. Все. Вот что еще нужно. Куда еще двигаться? Куда еще двигаться? И в эти моменты, делая уступки этим людям, когда они давили и давили, и ты соблюдаешь это, и где-то, ну, уходишь, знаете, как будто тебя толкает плечом. Ты даешь человеку пройти и так далее. Но когда, понимаете, они все равно атакуют и все равно что-то хотят сделать и привести все в состояние драки, ну, послушайте, есть пределы. Есть пределы. И не я их полагаю. А агрессия оттуда идет. И тоже, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей жизнью хотя бы. И мы дадим такую возможность. И отчеты эти дадим. И вкратце, что происходило у нас. Это масса историй просто. Масса, что здесь происходило. Мы о вас не знали. Ну, я не знаю. Но у нас не было причин, вот, чтобы кричать и чтобы нас знали. Мы, вот, допустим, я считаю, что, во-первых, должно быть сказано все в лицо. Вот эта земля есть, этот надел есть. Ты должен работать. Если бы каждый так делал просто, тогда бы по-другому все было. И эти вещи, мы говорили, об этом все знают. Просто все вообще. Об этом знали все. И я говорил прокурорам, судьям, когда судили. Полицейским, там, уголовный розыск, там, шестое отдел и так далее. Вот те, кто приходили сюда, или там, центры по борьбе с экстремизмом, центры. Я со всеми говорил о своей позиции. Никто вот не скрывали. Я вообще не вижу смысла скрывать это. Это наше служение. Мы соль земли. Мы свет мира, церковь. Я смотрел это как на работу. А равно уж мегабайты, мега, мега, не знаю, как назвать еще, в каких цифрах это измерить. Я говорил об этом со всеми, епископами, пасторами и так далее. Она знает все просто. Вот это я считаю самым важным. А соцплощадки я ставил где-то на последнее место. И мы это говорили. Мы это делали. И так надо жить. А не молчать. Поэтому я не знаю, как даже ответить на вопрос, что вы не знали вас и так далее. Вот смотрите, еще один момент. Я хочу дать такой совет вам. Не надо спрашивать о моей характеристике у тех людей, которые положительно ко мне относятся. Не надо. Спросите у врагов. Вот я верю в их характеристику. Я вам советую спросить у врагов характеристику о церкви Дома Отца. А врагов у нас много, ненавидящих нас людей и церквей очень много. Они говорят, да, мы не ненавидим, мы просто от вас абстрагировались, мы просто о вас сплетни распространяем. Это ненависть. Это в Библии есть этому описание. Это ненависть называется. Так вот спросите у них. Человек, как приговор, бунтарь. Человек с закваской иродовой, политической. Потом, как еще, ну раненый, ладно. Раненый человек, да, кстати, тоже как бы спросите, что это есть. И как же еще меня называть? А, церковь, в которой нет любви. Вот так нас оклемили. Только смотрите, вот эти вещи, они еще, может быть, какие-то моменты расскажут. Только попросите раскрыть их тезис, на основании чего они это делают. Попросите их раскрыть этот тезис. Пусть они его раскроют. На основании чего они это сделали. Примеры и так далее, и так далее, и так далее. И тогда приходите ко мне с этой характеристикой. Я с этим полностью, с этой характеристикой согласен. Что она как раз и освещает нашу деятельность. Но там они не понимают даже смысла, почему они обвиняют то, в чем мы убеждены, что это правильно. И вот мы проверим. Поэтому характеристика врагов для меня является самой-самой настоящей. Поэтому, пожалуйста, спросите у них. А нас знают, ну, все. Вот мы единственная церковь, которая не ездила в Крым, допустим. И об этом знают, ну, почти все. На ежегодные там конференции. Именно по этой причине у нас была позиция. Мы, наверное, одна из небольших или, может быть, и одни, которые не сдали ни рубля на построение заборов, на то, чтобы там организовать площадку в Крыму для российской церкви. И не сдали мы по причине того, что мы говорили, что это преступление, что вы будете за это отвечать перед Богом. И я говорил, это лично епископу. Так нельзя делать. Я не говорил там в таких эмоциях и так далее. Я говорил ни одному епископу и об этом говорил. И мы не сдали ни рубля. Это для нас было, ну, прям принципиально. Хотя скольким церквам мы помогли в строительстве зданий? Сколько мы всем помогали? Ну, когда мы строили свое здание, кстати, нас ни одна церковь ни копейки не пожертвовала. Мы построили сами красивое здание. Очень красивое. Что еще сказать? Вот по поводу, допустим, реакции, да, вот когда мы говорим, что не убивать братский народ. Так, послушайте, ну, вообще, этой позиции, ну, я не, никогда не стеснялся. Никогда. Понимаете, я не вижу даже смысла, когда люди сейчас говорят, что есть причинность тому, что вот Россия так себя ведет. И вот какие-то шнурки я вижу. В принципе, это люди, которых, ну, все как раз, о них знает весь мир. Я не знаю почему, но, наверное, вы их тоже так же слушали. Я об этом говорил шесть лет назад. Что происходит? Почему такие люди, как, там, вот эти лжепророки, включая вот этих американских лжепророков, которые, вот Крис Валатон с его учением и так далее, что они делают на небосклоне Российской Церкви? Все эти вот клоуны просто. И вот сейчас они говорят, давая смысл этой войне. Понимаете, это настолько безобразно. Я тогда говорил, что эти опасные люди, и никто не слышал. Я выступал против, и никто не слышал. Вы знаете, когда я нападал на определенных пасторов или епископов, и нападал, и говорил, что делать этот лжепророк в Церкви? Вы знаете, кто за них заступался? Не за меня заступались, когда я подымал это перед епископами, и говорил, разберитесь в этом. Это опасные люди для Церкви. Вы знаете, за кого епископа заступались? За тех, кто приглашал этих ложных пророков. А я попадал в обструкцию. У меня была слишком рьяная какая-то позиция нелюбви. И это очень трудно так жить. Понимаете, я не знаю, как еще объяснить. Вы понимаете, что это давление? Вот я не представляю. Вот сейчас вот, ой, что-то такое серьезное происходит. Да мы так живем, вы понимаете? Вообще живем так, постоянно под этими вещами. Я вот не знаю, у меня слов нет. Так вот, вот эти вещи, когда сейчас они пытаются дать смысл, что там Украина в чем-то не права, и вот из-за этого ее сейчас убивают. И вот потому что они кричали москаляку на геляку, еще что-то там, у них такие антирусские тезисы были. Послушайте, у меня есть позиция. Мы семья, вот моя семья, у нас в семье убили одного из наших трех сыновей. Просто задавили на пешеходном переходе. Человек, которого мы никогда не видели в своей жизни. Он просто отнял жизнь нашего ребенка. И мы не просто простили этого человека. Мы ходатайствовали, чтобы против него было закрыто уголовное дело. Мы ходатайствовали, мы приняли решение. Моя жена благословляла и попросила у них, чтобы за них помолиться. Они отказались. Мы говорим, мы мусульмане. Она их благословляла. Она говорит, я все равно буду вас благословлять. Пусть Бог даст вам покаяние. И мы простили во всех вещах этих людей. Послушайте, потому что нельзя убивать. Нельзя убивать. Наш шаг вот этот был, знаете, он очень был болезнен даже для нашей семьи. Потому что старший брат погибшего нашего среднего сына, наш старший сын, он после этого просто имел к нам крайние претензии. Понимаете, это вызвало в нашей семье раскол вот на этой почве. И он просто не понимал нашей позиции, потому что он такой горячий парень у нас. И он не понимал нашей позиции. Он говорит, я не понимаю, как так. И мы пережили это. Мы и это пережили. Ради этого человека. Мы его не видели в своей жизни никогда. И послушайте меня. Вы говорите сейчас о том, что вы убиваете украинцев за то, что они говорили москаляку на геляку? Вы верующие люди, которые вот эту свою любовь осисяйную распространяли, а нашу церковь обвиняли в недостатке любви? Вы мне это говорите. Понимаете, это не позорище, это днище просто. Я могу сказать, и я говорил об этом. Вы конченные люди. А тем более убивать тех, кого ты любишь, уважаешь, там у тебя друзья есть и так далее, родственники. И заявлять об этом, и соглашаться на это. Нет, это нельзя так делать. Нельзя. И эта позиция, она не с войной связана. Она по жизни связана. Это голос совести просто. Это голос совести. Какая здесь политика, я не могу понять. Я понимаю этих кремлевских ботов, которые как завороженные кричат. Они вас хотят в этот морок посадить. Почему вы клюнули так? Я уже который год говорю. Почему вы, верующие Российской Федерации, клюнули на эту ложь, третьесортную, гнилую ложь? Где ваша совесть? Просто совесть. Причем здесь политика. Послушайте, я вот сегодня, я вспомнил этот момент. В 94-м году меня забрали в армию. Я пошел в армию из-за того, что я уверовал в Господа. Я бегал армией. Я родился свыше. И голос совести мне говорил о том, что, а теперь ты должен исполнить весь свой долг. Я пошел в армию. За мою позицию, то есть я уверовал, все, принял водное крещение. И за мою позицию, которую я там занимал, меня просто жестко избили. Жестко просто. У меня треснул череп, у меня сели почки. Там множество, ну, лицо было кровавое месе, потому что били меня вот ногами и там четверо-пятеро крепких парней. И вот за эту позицию. И после этого это спровоцировало определенный момент еще через, когда я немножко встал на ноги, уже взялся за меня, значит, ротный. Решил выбивать эту спесь, как он говорил, баптистскую. И я простоял в наряде трое суток, меня не давали спать. Просто, ну, это пытки были. Мне не давали спать. Я стоял на тумбочке. До тех пор, пока не стал видеть несуществующие предметы, то есть это начались какие-то галлюцинации. И это спровоцировало, у меня были, постоянно гной здесь собирался, бывало, и я каждый год или раз в два года откачивал его. Это спровоцировало огромный процесс и, как бы, ну, очень опасная ситуация была там, температура. И меня отвезли в госпиталь экстренно и делали вот эту там операцию. И я остался в госпитале лежать. И как раз началась эта Первая Чеченская война. Послушайте, и тогда забирали пацанов молодых. И так получилось, что в этом госпитале нас охраняли, по-моему, это рота разведчиков, по-моему, или десантно-штурмовой бригады в Тоцком, или десантники, я не помню кто. И вот там был арчанин, служил. И они нас охраняли. И начали забирать от них ребят. И там была мясорубка. И он боялся идти туда и правильно делал. И вы знаете, я его спрятал. Я его прятал вот в этом госпитале, потому что я исполнял тогда обязанности, уже на поправку пошел и понравились там какие-то мои качества. Я исполнял должность старшины в госпитале. И были возможности какие-то, я его прятал. Просто прятал его. Я договорился, чтобы его положили в госпиталь и прятал его. Чтобы его не забрали. Да, из части. Это было просто преступление. Это военное преступление было. Понимаете, в тот момент я был в армии. И делал это в армии, прямо внутри, в середине этого гарнизона. Я прятал его вот от этой войны. Ужасной войны. В которой как раз все погибли, кто были забраны с его роты. До тех пор, пока отец там не мешался и все, и он остался жив и все, и все хорошо случилось. И он сейчас, он один из, ну он такой высший офицерский, не высший, но большой чин офицерский у него. Он сейчас, он в городе, он служил. Я не знаю, сейчас на пенсии, наверное. Я никогда не обращался к нему за помощью. Никогда вообще. Ни в каких обстоятельствах. Я все понимаю прекрасно. Но понимаете, вот я тогда это сделал. У меня тогда была позиция. Я без году неделя был. Я не знал, что такое политиканство. Я не знал, что такое совесть. Я просто принял водное крещение, ушел в армию. Я был рожден свыше. И вот эта совесть, понимаете, мне говорила. И меня не научили в церкви еще как жить. Я это сделал. И что это? Это как? Пойти, я пошел против власти, а сделал что-то не так, что ли? Нет. Сегодня у этого человека, он дослужился вот до этого чина. У него детишки сегодня, внуки у него и так далее, и так далее. Это что, плохо, что ли? Вот результат. Я как стоял на этой позиции, так и стою. И считаю так же сейчас. В чем дело? Что вам непонятного? Я считаю, что, вы знаете, я вот уже говорю 26 минут о простых вещах элементарных. Я говорю об этом уже который раз, уже я не знаю, какой сотый, двухсотый. Честно, вот мне это поднадоело. Мне неинтересно вот эти вещи говорить. Но я это делаю просто исходя из того, вот как долг, как обязанность дать, допустим, обратную связь вот тому вниманию, которое оказали вот в этом ролике. Вот благодарен всем еще раз хочу сказать. Но сегодня я обращаюсь именно к этой критической части настроенных людей. Ну что тут непонятного? Это простые-простые элементарные вещи. Что надо бороться за свои права. Церковь должна отстаивать гражданское общество. Там много слабых людей. Церковь должна защищать не только своих прихожан, к сожалению. Она должна защищать город. И в этом как раз я оцениваю свою работу критическое. Потому что мы не справляемся ни с чем. Потому что людей сложно даже в церкви пробудить для этого. В чем здесь геройство? Это жизнь обычная. Просто делайте так каждый и все. И не будет вот этого, извините, говна просто. Никто с этим не справится. С такой позиции. Не Путин, не два Путина. Если так будут поступать люди, каждый. Не надо сговариваться, надо слушать совесть. И вот вчера у меня один человек спросил. И говорит, как ты считаешь, почему происходит? В чем корневое, корневище этой проблемы? Что церковь сегодня находится в таком состоянии? Я говорю, да очень просто. Это нет рождения свыше настоящего. Это балаган, это потемкинские деревни, а не церкви. Там нет рождения свыше. Которому сопутствует возрожденная совесть. Она все делает. Она влечет людей на эти вещи. Это голос совести. Я говорю каждому. Я вам сейчас говорю об этом. Те, кто действительно шпеняет и так далее. Вы будете отвечать не за то, что вы нападали на меня. Если это голос совести, я просто не завидую вашей участи. Вы не меня атаковали. Вы атаковали совесть от Бога. А это есть его как раз представительство на этой земле. И не удивляйтесь, когда однажды вы услышите в свой адрес, что почему вы пошли против меня. И вы спросите, а как мы там песни тебе пели сладкие? Мы там конференции проводили. И вам напомнят этот момент. Не удивляйтесь, если это так будет. И слово «если» я вставляю, потому что я подобный вам человек. Я не имею права ставить окончательную точку. Одумайтесь. Одумайтесь просто. Это элементарные вещи. Ну и обо всех других вещах, конечно, потерпите. Ну не то, что потерпите там, не знаю. Просто мы дадим отчет. Мы дадим отчет. Потому что мы считаем, что церковь должна давать отчет. У нас по всему есть отчет. Перед врагами, перед всеми. Надо давать отчет. И нет в открытости уязвленной позиции. Нет. Нет в ней слабости никакой. В открытой позиции есть сила. И как ее будут использовать враги, это их дело. Но понимаете, мы открыты перед Богом. Насколько позволит Бог нашим врагам сделать против нас что-либо. Вот мы так это и воспринимаем. И в этом есть наше полагание на него. А не в пустом молчании. Давайте я скажу так. Вот скажу резкое слово. В ублюдском молчании. Которое вы называете. Вот эти люди в комментах. Что надо полагаться на Бога, молчать и ждать, пока он сделает. В этом нету. Понимаете? В этом нету никакой части. Вот того, о чем вы говорите. Полагание – это когда ты выступаешь четко. И полагаешься на Бога. Как он определит твою судьбу? Как он определит твою связь с врагами? Защитит он тебя или нет? Вот в этом есть честность, позиция. А не то, как вы называете. Ну, а по поводу тех людей я не могу назвать офицерами в полицейском участке. Вот если вы смотрите вот эти вещи, понимаете? Вот я не знаю. Уже, наверное, офицеров не осталось, мне кажется. И это ваши действия, ваши агрессивные действия, беззаконные, вызвали весь этот шум. Не наши, это вы сделали. Я не знаю, может, это провидение Божие было. Вы своим нутром все это сделали, непрофессионализмом, вашей нелюбовью к закону, наплевательским отношением к закону. Вот вы своими действиями это сделали. Просто, может быть, вы не ожидали, вы думали, что мы, как все, будем молчать. Мы никогда не молчали. Никогда. Мы не можем этого себе позволить. И даже если однажды, я помню, в нашу церковь завалилась группа молодых людей, которые перешли к рукоприкладству. Они пришли такие, знаете, разгоряченные и думали, что, ну, в общем-то, здесь люди начнут, сейчас на колени упадут и будут молиться. Вот. А у нас не такие ребята. И мы их не просто избивали, просто прижали их. Ну, да, кого-то, может быть, и помяли при этом. Но мы соблюдали все эти вещи, чтобы драки не было. Ну, да, помяли, потому что ребята у нас тоже как бы... Но они не поняли, что это церковь, так нельзя себя вести. Это верующие люди. По этой причине, я еще раз хочу сказать, вот в этом есть как раз позиция, в которой есть и мягкость, и есть твердость. И есть состояние, когда люди стоят на этой точке и говорят, дальше уже двигаться мы не можем. По этой причине это наш был последний шаг, последнее какое-то действие всей церкви. Вы не представляете, что это такое. С детьми у нас, у кого многодетные дети, у кого это, ну, в общем, сложности огромные. Это просто, это шок для людей. Но у нас нету, как вам сказать, вот кто говорит по поводу, там, он ворс, там и так далее. У нас нет, вы не понимаете, вот как устроена церковь вообще. У нас нет такого. И я вам скажу больше. У врагов моих спросите. Я многократно повторял раньше, повторяю сейчас реже, я говорил людям, идите отсюда, уходите, потому что эта позиция тяжела, уходите. Если вы чувствуете слабо, уходите. И даже мне замечания люди делали, которые уважают мою позицию в церкви, они говорили, ну, не надо так слишком много, уже все ушли, пастор. Уже все ушли. Я говорю, ну, на всякий случай. Понимаете, никто, мало кто так в церкви делает. Это не надо здесь говорить о зомбировании. Вы не понимаете, как все здесь устроено. И вы будете озадачены, если вы узнаете, что насколько здесь вот люди могут иметь, ну, свободное решение какое-то, точку зрения. Но это не значит, что здесь анархия. Поэтому мы сделали это последнее решение, и люди пошли на это, те, кто пошли. Кто не пойдет, не пойдет. Это вообще никаких претензий нет. Но мы сделали это для того, чтобы, ну, хоть что-то сделать. Что-то сделать. И мы знаем, что этот паровоз мы этим не остановим. Но у нас есть одно но. Но паровоз, я имею в виду тех людей, которые сегодня во власти и просто творят адское беззаконие. Мы это делаем для Бога. Может быть, Бог вмешается. Может быть, Он увидит нашу веру и вмешается. У нас есть такая надежда. Мы исполняем перед Ним это на свое служение, а не перед кем-либо. А во вторую очередь мы уже имеем в виду Российскую Федерацию и всех остальных, кто не понимает нас. Всего доброго вам. До свидания. Надеюсь, я ответил на большинство вот этих вопросов критических. Их в своей массе, они все об одном. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова